Слава Богу! Прямой эфир на ютубе. Утренняя молитва сегодня, 23 мальта. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, сегодня в этот утренний час, в этой утренней молитве, хочу воздать всю славу нашему Творцу, Царю Царей, Господу Господствующих. Слава Богу Всемогущему! Благословен Господь! И за нужды тоже молюсь о тех, кто пишет, пишет и просьбы, молитвенные просьбы. Вот воздаю славу Богу за все, чудеса, знаменики совершаются, люди тоже пишут, свидетельствуют. Слава Богу! О, спасибо, Господь! Спасибо Тебе за все, Боже Всемогущий! Спасибо за это доброе утро! Спасибо за обновление милости Твоей, Боже, в наших судьбах! Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, вечно, во веки веков! Аминь! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни податель, Ты пришел и вселился в нас, аминь! И очистил Ты нас от всякой скверной, и Ты спас благое души наши! Слава Тебе, Боже наш всемогущий, слава Тебе! Благодарю Тебя за доброе утро! Это благодарю Тебя за обновление милости Твоей, Господь! Спасибо Тебе, Боже всемогущий! Ты повелел сегодня солнцу Своему светить всем, Господь, в этом городе, Боже! И добрым, и злым, Господь! Боже, и дождь Твой, ну и у нас снег сейчас, снег идет на всех, и праведных, и неправедных! Боже всемогущий, и Господь, я знаю, что действительно, Боже, Твоя любовь по этому образу, она на всех изливается, Господь всемогущий! Боже, солнце не светит только лишь праведным и добрым людям, оно светит всем, Господь! И это знак Твоей милости, как сказано в Слове Твоем, прообраз, действительно, иконы, как бы, образ Твоей милости, Господь Божий, которая изливается на всех и вся, на всех и вся! Слава Тебе, Господь! Ибо так Ты возлюбил мир, не просто человеческий род, и не просто, тем более, там, отдельные группы граждан, Боже, возлюбил весь этот мир и отдал Себя за нас, за всех! Боже всемогущий, один за всех, и все за одного, потому мы, Господь Божий! Боже, дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Господь всемогущий, за эту милость и любовь Твою! Аминь! Аминь, друзья! Скажем, аминь, Господь! Аминь! Благодарим Тебя, Господь, за милость и благодать Твою! За это доброе утро, за обновление милости Твоей, Господь, к роду нашему, Боже, каждому из нас, в отдельности, и ко всему сущему, Боже, этим утром, Боже, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Аллилуйя! Боже наш, благословен Ты, Царь наш! Благословен Господь! Отныне и вовек! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Боже, за всех, Господь Божий, кто и подсоединяется сейчас к этой трансляции, к этому прямому эфиру, к этой утренней молитве. Благодарю Тебя, Господь Божий, за всех, кто готовится к причастию, к хлебополомлению сейчас, совершить его, Боже! Благодарю Тебя, Господь Самогущий! Слава Тебе и хвала! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь Самогущий, за любовь Твою, благость и милость! Сегодня хлеб, вино, сегодня плод виноградной лозы и хлеб, Боже, знаки Твоей милости, Твоей любви, Господь! Боже, самые главные знаки Твоей любви, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе, Святой! Слава Тебе, Боже, великий Бог наш! Благослови, Господь! Даже если, Боже, было бы совершенно, ну, Боже, только лишь это одно, нам было бы достаточно, даже больше, чем достаточно, Боже! Как в той песне поется, да, в еврейской песне, как раз пасхальный мотив такой старинный еще, там, древний, тысячелетний, насчет пасхальный мотив, вот это вот, нам было бы достаточно, больше, чем достаточно, даже, да? Ну, вообще, я собираюсь тоже петь эти песни на пасху как раз, но... Такая пасхальная старая еврейская песня. И смысл ее в том, что нам было бы достаточно, даже если бы ты просто нас вывел бы из земли египетской, уже было бы достаточно. Но ты нас еще вел, привел к горе свои, дал заповеди. Нам и этого было бы достаточно, но ты нас вводил многие годы, сохранял нас, благоставлял нас. И этого бы нам было бы достаточно. Если даже нас просто вел бы ты в землю Израиля, даже и этого было бы достаточно. Вот так вот, просто больше, чем достаточно, чтобы благодарить Тебя, славить. Но Ты еще и дал нам храм, и все, и служение, и вообще, даже этого нам было бы достаточно. Но Ты продолжаешь защищать, благоставлять свой народ, и этого было бы больше, чем достаточно. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Я так тоже, вот сегодня с утра пою эту песенку, такую пасхальную, она как-то так вспомнилась мне. Вот это вот дай, дай ей ну, дай, дай ей ну, дай ей ну, дай ей ну, дай ей ну, дай ей ну. Больше, чем достаточно. Слава Тебе, Господь, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Боже, благодарю Тебя за то, что действительно Ты совершаешь многое, Боже. Совершаешь, Боже, действительно великое, величественное, Боже, в наших судьбах, Боже. И прямо сейчас. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе за то, что сегодня солнце светит нам, Боже. Сегодня жизнь продолжается, и, Господь, этим утром обновляется милость Твоя в нас, в нашем понимании, в нашей вере, в нашей любви, Господь, к Тебе и к окружающему миру. Спасибо Тебе, Господь, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь, Боже, святой, слава Тебе. Действительно, это милость и благость Твоя. Боже, Ты есть любовь. Ты есть действительно любящий, любящий, любящий Бог. Слава Тебе. Слава Тебе. Ты есть любовь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Благословенный Царь наш, благословенный Бог наш. Так Ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Тебе, Господь. Боже, спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что Божие инократным приношением тела Иисуса Христа совершилось, совершилось примирение. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Боже Всемогущий. Благодарю Тебя, Господь, за это утро. Благодарю Тебя, Боже, сейчас за свою семью, благодарю, Господи, за наши семьи. Благодарю Тебя, Боже, за всех, кто подключился, подключается. Боже, и кто потом в записи будет смотреть это видео, Боже, пусть Господь также, Боже, каждый из нас примет сегодня это хлебопреломление, как действительно знак Твоей любви, как знак Твоей благости и милости, как знак действительно примирения, как знак Твоего, Боже, завета, вечного завета в крови Сына Твоего, Иисуса Христа. Боже, Ты однажды и навсегда приобрел нам искупление вечное, доказал к нам свою любовь, Боже, и это больше, чем достаточный, Господь Боже. Больше, чем достаточное доказательство Твоей любви, Господь Боже. Кровь Сына Твоего, Твоя святая кровь. Твоя святая кровь. Доказательство Твоей великой любви. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, Бог наш, отныне и вовек. Аминь. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий, спасибо Господь, спасибо Благословенный. Сегодня в этом хлебопреломлении, вначале хочу прочесть тоже из псалмов восхождения, псалмов Давидовых. И вот сегодня хочу прочесть 123-й псалом, хочу напомнить тоже, что псалмы восхождения, и не только, конечно, они пелись в храме, они пелись при входе в храм и при входе святое священниками. От общего такого двора, в тот двор, святой двор, куда священнослужители только поднимались, вело этих 15 ступеней. И этих 15 псалмов, подписанных именно как песни восхождения, они как раз именно псалмы вот этого поднимания, что ли, поднятия туда, восхождения туда, в это святое. И сегодня, ну я не знаю, спеть, ну вот, прочитаем псалом. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашою, прошли бы над душою нашою воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сетелов ловящих. Сеть расторнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Аминь. Аллилуйя. Сеть расторнута, и мы избавились. Друзья, если в песне восхождение это пелось, и еще в те времена, времена храма, того первого храма, второго храма, особенно в эпоху второго храма, то, что в Талмуде рассказывается в исторических писаниях, то действительно это было очень красивое, зрелищное служение. И воспевали псалмы, но если в те времена это было актуально, и пелось, и действительно люди вспоминали многие чудеса, и в своей жизни, какие происходили, и в истории Израиля, какие Бог совершал. Вот в частности Пасху, да, вот в преддверии, которые мы сегодня, вот уже в предвкушении, которые мы сейчас находимся. Сегодня, кстати, уже седьмое число библейского первого месяца Авива, или же Ниссан, мы его называем еще Ниссаном. Вот, седьмое число Ниссана, 5778 года, если в библейском исчислении считать, и в гражданском календаре 23 марта 2018 года, вот, но в библейском исчислении сегодня седьмое число уже Ниссана. Если сегодня была, ну, в Киеве, по крайней мере, ясно, вот ночью, вот, и вы, наверное, наблюдали, если у вас тоже было ясно, то вы видели, что месяц уже растет уже, значительно растет. Вот, и, значит, и полнолуние месяца будет через неделю, через неделю, в следующую пятницу уже, да, друзья, в следующую пятницу уже будет 14 Ниссана. 14 Ниссана – это дата, которая, ну, скажу, это день победы, это день Великой Победы, это день свободы. О, спасибо Господь! И вот в ту следующую ночь, с пятницы на субботу, как раз с 14-го, получается, на 15-е Ниссана, так интересно, тоже 15-е Ниссана выпало на субботу. В какой бы день ни выпадало, значит, 15-е Ниссана, всегда это Великая Суббота. Вот, но, а здесь так получилось, Великая Суббота попала, значит, именно Великую Субботу. Так интересно, да, ну, вот, да, и, получается, да, значит, первый день как раз Пасхи, вот, и до, в этом году, получается, до 21-го Ниссана, то в этом году, получается, до 7-го апреля, значит, будем есть опресники, вот, и праздновать Господню, Божию Святую Пасху. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже Всемогущий, спасибо за эту милость, за обновление, Господь, милости Твоей. Боже, благодарю Тебя за кровь, за голгофу, Господь, благодарю Тебя, что, Господь, никакими богатствами этого мира мы бы не смогли просто-напросто быть искупленными, и не искуплены мы никакими богатствами земными, но искуплены богатством небесным, Твоей добротой, Твоей любовью, искуплены Твоею кровью святою, кровью Агнца Твоего, кровью Сына Твоего, Сын Твой, Агнец, от века закланный. Боже, мы не знаем, как это, мы просто лишь, Боже, принимаем веру в это, Боже, и соглашаемся, что действительно это чудо, таинство, которое вечное, но оно стало во временном измерении, нашим земном, этом измерении, Боже, действительностью, слава Тебе, Господь, Бог всемогущий, Бог всесильный, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Боже, принимаем Господь, Боже, с благодарением, Господь, воспеваем Тебя, возьмите, братья, сестры, хлеба и сока, хлеб, вино, это образы как раз тела и крови Христа, тела Христа, кровь Христа, вот, если нету сока, ничего нету, то, значит, просто воды налейте, возьмите хлебушка, вот, и помолитесь вместе сейчас с нами, вот, со всеми любящими Господа, боящимися Господа, помолитесь и прославьте Господа. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю, за Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю. О Дух Святой, за Дух Святой, за все я благодарю. За все я благодарю, за Голгофу, за кровь, за искупление Твое, за исцеленье Твое, за благословенье Твое, за милость и любовь Твою. Я Тебя благодарю, мой Бог и Царь. Сеть расторгнута, и мы избавились. Сеть расторгнута, и мы избавились. Если в древности это было актуально и правильно, то сегодня наипаче. Боже, я, Господь, знаю, что кровью Твоею святою и телом ломимым Твоим, сеть, вечная сеть расторгнута, сеть наброшена на все человечество, Господь, расторгнута, и мы избавлены. Два тысячелетия тому назад свершилось великое искупление рода человеческого. Слава Тебе, Господь! Сеть расторгнута, и мы избавились. Боже, благословенный Господь, и для нас эта песня восхождение сейчас в Твое святое, святейшее святое, святое святых. Слава Тебе, Господь! Бог всемогущий, через кровь святую, Агнца Божьего, через кровь Твою. Я вхожу во святое святых, Боже, и Твое святое святых, оно во мне. Царство Твое, Боже, во мне, а я в Тебе. Они ледоди, ведоди ли. Я в Моем возлюбленном, возлюбленный Мой во мне. Я принадлежу Моему возлюбленному всецело. Он всецело, возлюбленный Мой. Ты принадлежишь всецело мне. Спасибо Тебе, Господь. Я Тебе принадлежу всецело, без остатка. Боже, полностью отдался я Тебе, Господь. А Ты всецело отдался мне, полностью, без остатка. Мне принадлежишь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Бог наш. Спасибо, мой Господь. Благодарю Тебя, Господь, за тело и кровь Твои. Благодарю Тебя за голкову, за кровь. Боже, Твое от Твоих, Тебя приносящи, о всех и за вся. Тебя воспеваем, Господи Боже наш. Поем Тебе непрестанно за Твой любовь. Господи, и молюсь Тебе, Боже, и соверши, Господь Боже. Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. Бог мой. А то, что в чаши сей честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Твоим святым. Аминь. 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 Господь, слава Тебе. Боже всемогущий, слава и хвала Тебе. Благодарю Тебя, Господь. Тело Христово приимите. Источника бессмертного вкусите. Аллилуйя. 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 Аминь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня. Кровь Христа омыла меня от всякого греха. Кровь Христа. Исуса. Чудотворная, святая кровь Твоя. Исуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Господь Боже Всебогущий. Что? Бон, Боже. Ты примирил с Собой весь мир. Ты примирил, Господь, Боже. Ты примирился со мной. И я с Тобой. Спасибо, Господь, что между нами больше ничего нет. Боже. Что между нами только любовь и радость и мир, Господь. Между в наших отношениях с Тобой, Боже, ни капельки, ни тени нет. Даже, Боже, чего-то негативного, Боже. Между нами с Тобой, Боже, только любовь, мир и радость. Спасибо Тебе, Господь, что во Христе Ты примирил с Собою меня. Меня, Боже, Ты и я. Я и Ты. Ты и я. Мы одно. Мы с Тобой одно тело, одна кровь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что сегодняшним этим утром, Боже. Господь, обновление милости Твоей, Боже. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Когда-то еще в 88-м году, когда начинал только свое служение как церковнослужитель, да, вот в 87-88 годы как раз получается, да, уже 30 лет назад, даже больше уже. Интересно, и как раз в Загорск приезжал в семинарию тогда, вот, ну, с документами приезжал, вот, значит, и, в общем, намерение было учиться вообще с благословения там батюшки тогдашнего моего духовного отца, отца Иоанна Кветовича с Орловской епархии. И приезжал я как раз, знакомился. Меня там уже в келью поселили, даже там один из архимандритов, вот, взял к себе как раз под крылышко, будем так говорить. Вот, и как раз был на некоторых занятиях, приходил на послушаниях там, вот, так интересно было, значит, и тоже спрашивал и того пожилого архимандрита, и, значит, и так вот говорилось, здесь, потому что на лекции, что вот в древности, вот, первые христиане каждый день преломляли хлеб, совершали хлебопрономление, причастие, фористию божественную. Потом, как бы, о государственной церкви произошло, раз в неделю стали, вот, значит, через некоторое время, уже в средние века, раз в неделю стали. Потом уже в более позднее время, там, раз в месяц, потом стали вообще раз в год, вот, как было в практике, вот, дореволюционной России. Вот, значит, и спрашивалось, значит, тоже, задавались вопросы на лекциях, ну, и я слушал. Ну, а архимандриты я лично спрашивал тоже, говорю, а почему вот такое происходило? И вот вопрос тогда меня очень сильно удивил. Вот, вот, из-за отсутствия любви, вот, пропадала любовь, пропала любовь к Господу. Вот, когда горели любовью к Господу, то люди, говорит, так интересно, тогда мне, молодому человеку, было так, это вообще так впечатлительно, очень было сильно, впечатление сильно имело я тогда от этого сказанного, что, когда в древности, вот, первые христиане имели такую сильную, горячую любовь к Господу, они даже одного дня не могли себе представить без крови Христа, без сломимого его тела. Даже одного дня не могли прожить, вот, и стоевали от любви. Ну, славянское слово такое, значит, как они, ну, просто томились от любви, и, значит, и таяли от любви, и умирали от любви, вот, говорят так вот, умирали от любви. Вот, и поэтому и первых 300 лет христиане, вот, каждый день совершали причастие, вот, и потом, даже уже будучи в процессе огосударствливания церкви, но до самого раннего средневековья, в общем-то, продолжалась еще в четвертом, пятом столетиях практика каждодневного причастия, вот, и это было знаком, вот, действительно нашей любви к Господу. А потом постепенно, с пятого века постепенно, все реже и реже, потом раз в неделю, и реже еще потом раз в месяц, потом вообще раз в год даже. Вот, и это печально, конечно. Вот, тогда мне, думаю, надо же, как это может быть. Сегодня я понимаю, сегодня я уже, ну, повзрослел, опыт определенный уже, больше 30 лет уже церковнослужитель, православный священнослужитель. И знаете ли, тогда был и под диаконом, чтецом, потом стал диаконом, потом в 91-м году священником уже служил в традиционном православии. Вот, и раз в неделю совершал литургию на приходе, где был настоятелем. И знаете ли, вот, сегодня, на сегодняшний день, я к первой любви своей вернулся, к первой любви к Господу. И сегодня я даже одного дня не могу представить без причастия, без Евхаристии, без тела и крови его. Я просто умираю от любви. Я просто не могу без этого. Просто не могу. И даже бывает не раз в день даже. И скажу, что это прекрасно. Это прекрасно. И Дух, и Я говорю одно и то же. Это прекрасно. Когда и Дух, и Невеста говорят одно и то же. Говорите, Господи Иисусе. Спасибо, Господь. Спасибо тебе, Боже Всемогущий. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже. Спасибо. Благодарю Тебя за кровь, за милость Твою, Боже. Благостави сейчас народ своим миром. Благостави всех нас сейчас побыть с Тобой, Господь. Побыть, Господь, в этом уединении. Закрыть двери сердца своего, Боже. Никого не впускать сейчас. Никакие мысли даже, Боже, посторонние. И побыть с Тобой, Боже. Это драгоценное время. Как ждет любовник молодой. Как помните, там написано было, да, у стиха у поэта. Минуты верного свидания. Вот. И вот действительно, вот это свидание наше, с любимым Господом нашим, это самое потрясающее, это самое великое переживание, которое может быть. И вот момент причастия, это как раз вот один из таких моментов вот наших встреч, нашей встречи с ним. Когда-то еще, вот в 81-м году, 82-м году, когда пережил первый раз встречу с Господом, вот, то, значит, я не знал, как с ним можно потом общаться. Когда воскрес уже из мертвых, когда ожил, был исцелен сверхъестественно, я томился. Некоторые дни первые после воскресения я томился, я не знал, как. Я не находил в себе покоя, места не находил. Плакал по вечерам. Утыкался в подушку, ревел. Ревел так, что подушка была мокрая. Когда утром просыпался, она была не от пота мокрой, а вот именно от слез мокрой. Надо же было так реветь. Я не думал, что такой жидкости может быть вообще в человеке. Вот в слезах имею в виду. Раньше не мог себе представить, знаешь, такое. Оказывается, такое бывает. А ревел почему? Я хотел хотя бы секундочку ему снова в глаза посмотреть, хотя бы еще, думаю, поговорить с ним. Но я не знал, как поговорить. У меня был только один образ разговора тогда, на тот момент. Окружение все было неверующее, родители были неверующие. Даже не религиозные никак, ни капельки, ни грамулечки не религиозные. И знаете ли, ничто вокруг меня не было религиозным. И даже информации никакой. Я до момента смерти не знал никакой информации, что вообще Бог в природе существует, что есть Бог на свете. Даже этого не знал я. Совершенно профан был. Чистый лист. Совершенно. Атеистическое окружение, атеистическое воспитание. Ну что, я до 19 лет, почти 13 лет не было. Тогда я ничего не знал о Боге вообще. Очень глупо себя чувствовал, конечно, оказавшись перед Богом. Даже за секунду до смерти, не зная, что вообще он существует в природе вообще. Это так глупо, думаю, было. Мне казалось, хоть провались сквозь землю, а там провалиться никуда, ты перед ним. А он такой добрый, такой хороший, так любящий, так смотрел любящий. Этот взгляд, он так запомнился. Я вот, когда уже вернулся на землю снова, то я просто думаю, надо же, на свою шею захотел обратно. Значит, обратно. И мне хотелось хотя бы секундочку ему посмотреть в глаза. А у меня был образ один только с ним разговора. Я только лишь знал следующее, что вот заболеть, умереть, и это больно, это неприятно, это страшно. Но я даже снова был готов на все это пойти. И даже специально думал, надо в школьной, как-то мне такие шальные мысли были тогда, что, значит, вот надо поесть мороженого, там, простыть специально, заболеть. И, в общем-то, я даже готов был рискнуть на это. Хотя у меня не было уверенности, что он меня снова вернет. Вот, значит, но я был готов на это. Вот, как бы, на самоубийство такое, значит. Но я не знал других просто, не судите строго, я не знал других, как бы, вообще. Образов. Вот, во сне научился разговаривать с ним, что можно, не выходя из тела, можно с ним разговаривать. Вот. Слава Богу. А вот сестра Любовь спрашивает, значит, хотела узнать, очень хотела услышать и узнать больше о завете нашим с Богом. Расскажите. Вот, я буду по вечерам больше как раз этому времени уделять. Вот, наш завет с Господом и завет Бога с нами. Ну, точнее даже, это завет, ну, мы обычно говорим наш завет с ним, но на самом деле это довольно такое условное обозначение. На самом деле, если по правде, то это завет Бога с нами. Вот, потому что это не наше, будем так говорить, это его благоизволение, это его любовь и его милость. И завет заключен был в крови Господа нашего Иисуса Христа. Отдал себя он, отдал просто-напросто свою жизнь. И Иисус это сделал. Вот в эти последние предпасхальные дни остается неделя, вот, до 14-го Ниссана. Я буду, значит, говорить как раз и об этом о завете тоже. Спасибо, Господь. Благоставляю вас, братья и сестры. Да благоставить тебя Господь и сохранить тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, друзья, и вот сегодня мне, вот, да, почти 50 лет уже, в мае будет 49 лет мне исполниться. Тогда мне было неполно в 13 лет, когда я пережил с ним встречу. И вот если была бы возможность у меня вот сейчасшнего тогда поговорить с молодым, со мной же он только молодым человеком, я бы что сказал, вот, разговаривай с ним в простоте и принимай причастие. Это самое интимное, что может быть, это я ем и пью его, его кровь есть действительно мое питье, его тело есть моя пища, никак иначе, все, я только этим живу, только этим живу. Это великий его завет с нами, с людьми, со всем родом человеческим, со всей вселенной. Слава тебе, Господь, благословенный Бог наш, благословенный Царь наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас во имя Господне. Сегодня в 6 часов вечера, тогда подсоединяйтесь, друзья, на предпасхальные эти беседы. Пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Боже Всебогущий. Слава тебе.